Здравствуйте! Раннее-раннее утро. Немножечко я опоздала, но всё равно туман ещё сохранился. Мычат коровы, соседи собираются на работу, кричат петухи. Прошёл дождь, всё освежилось, напиталось влагой. Хорошо. Новый день. У нас сделан appointment, назначено доктору. Дело в том, что наш петушок повредил гребешок свой. Как это случилось, непонятно. И сетка немного повреждена была, может быть, животное какое-то его зацепило. Ну, поскольку сейчас очень рано, хочу вам показать наши виды. Смотрите, какой туман лежит. Просто молоко. Видимость. Сами видите, как всё тает в молоке. Здесь получается немножко низина. Вон, какие очертания туманные. Когда мы петушка обнаружили, конечно, я обработала перекисью и потом зелёнкой поймали его. Ну, и пришлось ему ещё таким образом пожить, поскольку это были выходные. День-два. Ну, а сегодня понедельник, рано утром, и у нас вот ветеринарка назначена. Специалист у нас по птице один. Мы едем... Это Воноре, да? Воноре называется место? Вонор. Вонор, да. Вонор. Это ещё один из маленьких городков. Именно где находится ветеринарка и где, видимо, занимаются животными, ну, с ферм. Это коровы, лошади, наверное, куры, кролики, кто дома держит. Поэтому, когда искали специалиста, слава богу, нашли. И это... Даже с ними не работает, с курицей, лептицей, с дорогого. Ну, да. Там только сабеки. Они сказали попробовать далеко Бэй, так называется, Вонор, или идти в downtown, в Юти, в город. Это Ноксвилль тогда, это центральная улица, по которой мы часто ездили, я вам показывала. Юти этот очень страшно дорогой. У нас лечился там канадский сфинкс, когда с ним что-то произошло, и он начал резко худеть. Без непонятных абсолютно причин. И до такой степени, что когда он спрыгивал с кровати, терял ориентацию, падал и мордочкой мог удариться. И стал превращаться в такой маленький скелетик. Мы сразу же поехали в больницу, и его туда забрали на несколько дней. Делали все абсолютно анализы, полностью под капельницу его ложили. В общем, так они сами толком тоже не поняли, но, в общем, помогли ему какими-то препаратами, не знаю, витаминами, что там еще они делали. Обошлось это, конечно, страшно дорого. Мне кажется, другая тоже была. Лекарства какие-то давали. Это было не то, что человек сделал, сам размешал. Поэтому, ну, мы сфинкса нашего спасли. И, конечно, мы бросились и платили любые деньги, потому что котик был очень молодой, только недавно приобретенный. Ехали специально его забирать из Флориды. Ну, а сейчас вот с петушком такая случилась. Аказия, не знаю, вот он вообще кушает, он на курочек наскакивает. Но вот тот оторванный кусочек гребешка, который у него есть, он стал темнеть. Конечно, может быть гангрена или какое-то заражение, и все понятно, что по-любому мы держим животных, очень их любим. И если с ними что-то происходит, с котами, собаками, конечно, мы бегом сразу же в нашу ветеринарку. Слава Богу, по сравнению с большим городом, у нас ветеринарка сравнительно получается не так страшно дорого. Если бы где-то надо было заплатить тысячу больше, то здесь обходится сотнями. Ну, держишь кого-то, отвечаешь за них, что-то с ними происходит. Нельзя заставлять животное или птицу мочить, надо обращаться к специалисту. Поэтому вот сейчас мы едем. Петушка сказали не кормить. Вот он находится, наш Горемыка. Старается присесть, его мотает. И сказали, что будут они, наверное, ну, посмотрят. Скорее всего, придется удалять эту часть, которая болтается сбоку. Не знаю, с этой стороны так хорошо не видно, что придется делать наркоз и удалять. Сказали, вот видите, повернул он головку. У него там этот гребешок наполовинку сзади болтается на боку. Петух молодой, ему только полтора года. Петух очень хороший, сейчас он линять начал. Куры мои линяют, что-то долго тоже надо будет спросить специалиста, как помочь, чтобы быстрее эта линька прошла. Такие страшные стали мои самые первые куры. Сказали не кормить. Поэтому вчера вечером мы уже его изолировали в клетку. И он у нас вот вечер и ночь без питания. Поскольку будут ложить под наркоз. Ну, приблизительная цена, конечно, посмотрим, во что это обойдется. Ну, где-то 200-300 долларов на вскидку, так, грубо говоря, еще не зная конкретно, сказали. Посмотрим. Так что вот мы едем местечко маленькое в Анаре. Здесь маленький городок провинциальный переходит в другой. Мы живем в Филадельфии. Здесь рядом сразу Лондон, потом идет побольше Свитвотер. Туда дальше ехать в Ноксвилль. И вот с этой стороны есть и Йокрич, и Мэривилл. То есть рядышком все рядышком. Ну, от дома получается где-то минут 15. Поскольку раннее утро, как я сказала, сами видите, вон что за окном. Молоко разлито. Вчера прошел очень колоссальный, не вчера, позавчера прошел капитальный ливень. Просто тут все выло, все ходуном ходило. Был страшный ветер. И целую ночь молнии и гром прям как будто разрывалось над домом. Но, с одной стороны, я это все приветствую, поскольку у нас большая территория. И много посажено. Поэтому очередной раз не пришлось поливать. Дождь сам пролил капитально все. Капитально. Что очень-очень радует. Очень красивая дорога. Кто-то уже, наверное, на работу уехал. Или кто-то будет заниматься здесь своими угодьями. Потому что здесь очень много ферм. Тут и лошадки, тут и овцы, и козы. Тут и коровки. Ну, и все держат петухи и какие-то огороды. Ну, вот здесь госпиталь внизу находится. Это местечко, как я уже сказала, вон аре. Сюда, в эту сторону, тоже Мэривилл пойдет. А там дальше уже горы, куда приезжают туристы. Вот такое симпатичное, аккуратненькое здание. Вот здесь, видимо, занимаются чисто. Хотя тоже вижу собачки, у них кошки есть. Просто здесь есть специалист, который будет заниматься птицей. Там, куда мы возим наших собачек, там нету таких специалистов. Поэтому, Ляля, открой. Ну вот, наш бедолага. Вон, гляньте на него. Видите, мой золотой. Он линять начал, вон уже с шеи упало у него перышки. Зайди там, спроси сначала. Зайди, спроси, что привезли петуха, что тащить самим, или они сами забирают, или что делать. Вон, видите, как гребешок у него на боку, темненький. И вот эта рана очень сильная у него. Я не знаю, то ли он сунулся, может быть, и леса, или койот его зацепил. Потому что у нас чуть-чуть прорвана сетка, как пытались грызть ее. Вот такое бывает. Ну, конечно, живешь рядом с лесом. Вот видите, у него повреждения. Вот это, видимо, будут отрезать. Поэтому нельзя было кормить. И поэтому будут делать полный наркоз. Красавчик наш, красавчик. Ну вот, дочка пошла узнать, взять информацию. Другой раз приходят, они сами забирают. Еще нету такого пекла. Вон, Animal Hospital, Телико Bay. Телико здесь вообще очень-очень богатый район. Потому что здесь рядом идет река. И очень многие дома находятся прямо на реке. У всех есть свои пристани. Стоят корабли, яхточки. И дома уже, которые стоят миллионы. Ох, тут сразу я уткнулась. Ребята, смотрите. А это громадная магнолия. Ну что? Что, мой хороший, а? Спасать тебя будем, а? Как ты там дрался с кем? Он атакует, дерется. Так защищает своих курочек. Очень хороший. Хозяин у себя. В курятнике. Видите, какой серьезный взгляд у него. Ну что, мой хороший, а? Что, мой хороший. Аппетит у него не пропал. Делал он все так, как и надо делать. Как обычно. Надо просто занести. Ну хорошо, тогда придется его занести. Его надо будет оставлять? Может быть. Ну вот. Слава Богу, что есть специалисты, которые могут помочь. Петух молодой, надо спасать, ребята. Ой, там еще собачонок маленький. Ну вот. Будем ждать сейчас, чтобы вышли. Будут его забирать. Какое-то время это займет. Ой. Ну вот, зашли в кабинет. Нам сказали подождать. Да, здесь они принимают и собачек. Просто это другая клиника, видишь? Сердечко там. Это червяки Heartworms. Это если у кого есть глисты, у собак они могут жить еще и в сердце. Видите, показано здесь, что черви в сердце. Поэтому вот даже у новорожденных собачек они дают препараты специальные, чтобы почистить перед тем, как вот мы делали продажу, перед прививками зачищали. Ох, а тут похоже на моего люсьена, посмотрите. Вот он. Видали? Чисто наш люсьен. Канадский сфинкс. Красавчик. Копия. Ну ладно, ждем. Ждем доктора. Видите, как у него здесь. Эта сторона. Бедный. Ну вот, эту черную часть будут, видимо, удалять. Ее пришить уже нельзя. Так что придется делать операцию. Ну, слава богу, что сделают нормально все. Видимо, придется его здесь оставить на время. Ну все, мы оставили. Так, ну все, мы идем. Нам будут звонить обратно, когда они сделают операцию. Мы решили делать операцию. Конечно, он предложил вариант, доктор сказал, можно давать антибиотик. Он будет, петух, выглядеть некрасиво. Ну, этот вещь может отпасть или что-то. Но может быть заражение, поэтому надо делать антибиотик. Но это более длительный процесс, как бы мы решили птицу не мучить. Мы решили сделать операцию. Здесь всегда спрашивают, что вы хотите делать. Потому что упирается все в деньги, понимаете. И сказал, что, значит, чтобы положить его спать, где-то анестезия будет где-то 75 долларов. Где-то 70-75. Сама операция. Ну, плюс антибиотики после этого давали. Лекарства, которые все это. Ну, за визит, то, что пришли сюда. Все вместе где-то вышло 210 долларов, по-моему. Не так страшно. Хорошо. Это даже, господи, я не верю. Если бы поехали в ЮТИ, там, наверное, с нас взяли бы больше тысячи. 400-500, 700-900 конкретно? Там вообще непредсказуемо все это идет. В смысле, там очень дорого. Большой город. И видите, вот на Атшибе маленькие гостиницы, чуть не сказала гостиницы, маленькие госпитали и ветеринарки, они из-за конкурентноспособности, чтобы выжить, наверное, у них здесь расценки совсем идут другие. Поэтому, в общем, ну, в общем, хорошо. И, конечно, спросили, почему так немножко долго уже линяют наши птицы. Сказали, что один из вариантов, который может быть, и у него у самого доктора есть куры. Здесь в основном мы живем в таком месте, что у всех здесь есть какие-то животные. Держат абсолютно разных животных. Симпатичный дядька хороший такой. Ну, вот он объяснил, что это могут быть эти... Еще почему так долго затягивается, что... Ну, вы спросили, как сохраняются, бывают ли они на солнце, достаточно ли им места, сколько в доме по метражу, там, как нужно курам, чтобы им было просторно. И гуляют ли они... Потому что у них очень мало места и очень много курицы, они могут сами дергать перья, там, вы знаете, кто держит это все. Или же, может быть, еще вариант, что могут быть эти блохи или какие-то, я не знаю, майтс, по-английски это майтс, что могут быть эти. Тогда просто-напросто надо будет продезинфицировать место, место, куда они ложат клещи, куриные клещи какие-то, птичьи. Понятно. Тогда у них зудит, они там дергают больше и как бы это самое. Ляля, посмотри, это что? Что? А, это продажа машин. Так стоит, я думала, здесь теплица какая-то. Короче, вот от этого легко избавиться. В Рурал Кинге, где мы постоянно едем, он говорит, абсолютно без рецепта можно купить этот спрей и обработать там, где они гуляют, обработать сам домик, обработать каждую курицу и место, где они несут яйца. Все это делается очень легко. Он говорит, у меня тоже это случается, и у всех это случается, поскольку живем в деревне, тут может быть всякое. И ничего, без проблем, обработаете один раз, два раза в год, он сказал, да? Один-два раза в год обрабатывать этим. А, в начале, когда их есть и все это, надо первые один или один раз где-то неделю, два недели. Один раз в неделю или один раз в две недели. Ну, хорошо. Ну, когда у тебя сейчас их есть. Понятно. Они будут начинать умирать. Он сказал, что он проверит. Сейчас они положат петуха под наркоз спать, и он сказал, что я смогу обсмотреть это и сказать, есть у вас там или нет. Поскольку петух вместе с курями, то у него тоже должно быть. Тогда вот это может быть причина. Поскольку кормежка у нас идет отличная. У нас комбикорм, который подготовлен, не надо ломать голову. Все в пропорциях для несушек, для взрослых кур. Также мы даем все время и морковку, и капусту. Но сейчас больше даем зеленые травы, поскольку лето. И там они что-то ходят на улице, находят еще. В смысле, ну, в этом загончике червячка какого-нибудь, еще что-то. Поэтому, по сути дела, все идет. Ну, с кормежкой нет проблем. И в содержании нет проблем. Кто хочет, находится на солнышке. Кто хочет, уходит в тень. Места очень много. Просторное для 18 кур, просторный домик. Много места. И есть где спрятаться и где гулять. Ну, вот таким образом. Так что вот все. У нас такая эпопея сегодня. Нашему петушку будут делать операцию. Ну, а мы возвращаемся домой. И просто будем ждать, когда нам позвонят из клиники, чтобы мы приехали и его забрали. Вот так вот, когда Соджи и делает. Надо оставить на какое-то время, да. Чтобы ты его составляешь назад. В этот день то же самое. Так, ладно. Вот такое у нас сегодня утро понедельника. Начало августа, ребята. У нас очень тепло. Очень-очень тепло. Но сейчас еще солнце не вышло, поэтому нормально на улице. А вот там как раз таки цветет это дерево, которое тоже очень много есть во Флориде. Из семян которых я прорастила саженцы. Очень красивое. И сейчас довольно долго оно цветет. Очень здорово выглядит. И вот смотрите, вдоль дороги оно везде. Вон это розовые. Вот это они все. Так, ладно. Будем ждать звонка, ребят. Здесь мы проезжаем небольшую ферму. Ну как небольшую, солидную, можно сказать, ферму. Видите, здесь у них и техника. И здесь телят маленьких выращивают. Вон, видите, коровники. А это для молодняка такие будки. Гляньте. Вот, несколько там существуют. Молодняк сначала держат с таких, потом уже будут пускать на выгул. На большой. Это когда они уже стали постарше. Да, когда станут постарше. Это, видимо, недавно рожденные, так сказать. И там очень много, видите, вот этих пластиковых таких домиков, в которых можно спрятаться от дождя. Вот здесь такая большущая ферма рядом. Ну и сразу встречает вас, гляньте, какой высоты. Кукурузное громадное поле. Кукурузу здесь выращивают очень много. Еще другие культуры. Здесь опять мы попадаем в ложбинку, поэтому гляньте опять, какой туман. Маленькая речка протекала. Вот здесь еще коровники. Гляньте, коровки стоят. Это та же самая ферма, да. Она не маленькая, она большая, она очень большая. У них здесь техники, тракторов, посмотри, сколько много. Со всякими приспособлениями. Маленькая ферма есть, это считается маленькая. Там другая ферма на другой стороне, когда едешь туда, носит водор. Там масло и молоко, и все это продают в магазинах. У меня в магазине продавали их. Когда там я закончила работать, они закрылись. И когда мы сюда переехали, и мы там крутимся, едем, я уже поняла, что они вот тут, близко с нами. Понятно. Вообще, честно говоря, у нас так молоко как бы запрещено продавать. И козье молоко или коровье молоко, кто держит, так не принято. Оно считается как бы грязным. Оно не пастеризованное. Хотя у нас везде в деревне все это, ну, надо договариваться. И в основном, если они пишут или говорят, говорят, что это для животных, которых вы содержите, может быть. Но люди у нас пьют это молоко. Люди берут нормально, договариваются, где могут раз в город приехать и получить это молоко. Получается таким образом, что здесь можно... Ой, какой туман. Посмотрите. Там дальше уже ничего не видно. Гляньте вы только на это чудо-юдо. Такое туманное понедельника утра. Здесь можно сделать другой вариант. Здесь за 40 долларов платишь в месяц, можешь взять типа в аренду корову. То есть, за эти деньги она, в смысле, вы ее не берете к себе домой? Часть. Вы, ну, как часть коровы, вы типа покупаете часть коровы. Но эта корова остается на месте у этого фермера в этом хозяйстве. 40 долларов это коров. Просто вы даете деньги, что за эти деньги именно будут кормить вашу, якобы вашу, не вашу корову. И раз в неделю, сколько вы хотите, дополнительно вы платите и приезжайте за галлоном молока. Галлон молока это около 4 литров. И вот раз в неделю, один, два, сколько вам надо, требуется, вы берете. Договаривайтесь где-то, приезжайте, привозят в какое-то местечко. И все люди, которые взяли в аренду вот эти коровы таким образом, могут получать не только молоко. Они еще делают сыр, они делают масло сливочное. То есть, это еще дополнительно, если вам что-то надо будет из этого. И вот таким образом вы свежий продукт. Раз в неделю приезжаю куда-то на место постоянно и покупаете. У меня телефон зазвенел. Извиняюсь, был звонок. Надо было ответить. Ну вот, поэтому здесь можно таким образом взять корову, типа как в аренду. И когда мы уже начали смотреть такую информацию, где поблизости нас находятся вот такие фермы, то оказалось, что там, знаете, ребята, еще там очередь стоит, чтобы взять эту корову в аренду. Много желающих. Как многие здесь американцы, это парное молоко, необработанное, очень даже используют. И еще как-то так в Америке считается, что мед грязный. Ну вот такие чудеса. Ну, тоже у них там какие-то пастеризованные есть. И тоже есть много хозяйств, которые держат этих. И здесь в горах у нас. И продают этот мед. Отдельно его надо смотреть на племаркетах, типа базарщиках таких разных. Или где вот у них выезд идет, они останавливаются. Поэтому можно этот мед тоже другой, не такой, как в магазине, приобрести. Или же самим просто завести ульи. Ну, конечно, дело хлопотное и не такое совсем простое. Мы об ульях задумывались, о пчелках, но пока еще не решились. Так что вот так. Ну, вот видите, пока ехали туда-сюда, распогодилось, вышло солнышко. Так что мы сейчас пойдем открывать наших уточек. Они были на ночь с мамой прикрыты. А сейчас смогут гулять по домику. И куда им там надо, может быть, не спуститься. То, что вчера успели сделать для малышей новое место. Ну вот, ребята. А мы будем ждать звонка. И сделаю еще окончательное видео, когда поедем забирать нашего петушка. Ладно. На данный момент я чуть-чуть остановлюсь. Продолжение следует тут же в этом фильме. Вот мама с утками вышла на прогулку. Спустила я им воду. Корм поставлен. Ну, там им просторненько, хорошо. Чуть-чуть солнышко есть, но большая часть тенечки. Так что вот ляли наши подрастают. Там и травка еще есть. Этот домик хорош тем, что его можно перенести куда угодно. И касаясь земли, можно и червячка поймать, и все, что хочешь. Очень довольна приобретением. Как я уже показала в видео, собрали за 50 минут. Ну, не торопясь, спокойно. Вот за мамой все время бегают. Надо будет здесь расширить, докупать буду вольер. Расширим место выгула. И где можно будет поставить небольшой бассейн. И чтобы больше территории было для прогулок. Маме с детьми как раз места хватает только так. Ну, и чтобы не было больше уток на данный момент, то, наверное, на этом останавливаюсь. А мальчики, вон они смотрят, наблюдают, что-то там слышат. Ну, пусть отдохнут без самочки. Мама пытается их заманить в воду. Поставила небольшой тазик. Но они как-то не совсем осознают и понимают. Вначале она, конечно, залезла, всю воду выплескала. Я опять добавила. И вот она становится с краю и показывает так, что она моется, моется. Уже не заходит туда. Я опять добавила. И сделала такой небольшой постамент, чтобы удобнее им было. Но они никак еще пока. Ну, ладно, освоится. Мама всему научит. Вот говорили, что очень такая резкая лестница как бы наверх идет, да, шершавой дорожкой, как асфальтом таким посыпанная. Но, знаете, я уже видела, что мама пошла, и они все за ним. Все буквально один за другим поднялись наверх в домик. Потом она пошла вниз, и они спустились. Так что тоже птица не глупая, быстро все это строение новое освоила. Ну, ей здесь очень спокойно, она со своими малышами, довольная. Так что все отлично. Нравится мне этот домик очень. Он половинка в полутени, еще под этим домиком тенечек есть. Короче, великолепное приобретение. Вот именно для малышей, чтобы подняться и поставить их на ноги. Ну вот, наконец, нашла место двум жасминам. Один у меня идет вот у той арки высажен, с правой стороны. И вот здесь на входе тоже посадила. Такой у меня попался впервые. Он называется, видите, каролина жасмин. Растет в нашей зоне. Выдерживает. Да, седьмую по десятую зону. Мы седьмая зона, как рассчитаемся. Ну, любит немножечко тень, немножечко свет. Как бы здесь у него нормально под этой арочкой. Я вижу, что он уже начинает давать вот отростки, которые стали цепляться уже. Видите, за арку. Ну, очень хорошо. Бьющиеся растения. Многолетник. Посмотрим. Но цветочки у него желтые. Вот такую первый раз я встретила новинку и, конечно, приобрела. Боже, пекло какое. Ну, все, ребят, мы едем за петушком. Позвонили нам. Так что надо забирать его. И надо будет сразу заскочить за медициной в другой магазин. Ну, главное, думаю, что все в порядке. Спасли нашего горемыку. Не будет никаких проблем на такой жаре, чтобы не было инфекций и всего остального. Конечно, этот кусочек надо было. Он так плохо порван. И пришить его уже очень поздно было. И его только удалять. Так что, как я уже сказала, мы решили не ставить никакие эксперименты с антибиотиками, что там что-то пройдет и само отпадет. А когда отпадет, начнет кровить. Поэтому мы сделали операцию. Едем забирать. Ой, лето, 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 лето. Начало августа. На улице пекло. Сейчас уже под 40. Такая температура, что караул. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Корм дать чуть-чуть совсем с водой, не дать ему нормально бегать. Вот выписана медицина, пол таблеточки один раз в день. И вот ему там все зачистили, все почистили и срезали. Он после наркоза немного сонный, наверное, себя погано чувствуется. Вчерашнего дня я ничего не ел. Короче, у нас большая есть клетка, мы его переместим туда, и он пока на другой стороне, отрезанный от куриц, поживет так 5 дней. Потому что могут повредить, могут цапнуть за этот гребешок. Ну, короче, надо придержать немножко. Так что так. Так, медицину приезжала. Ну вот. Наш Ляля едет домой. Хороший. Ну, головкой крутит, все хорошо. Проснулся уже. Обрезали, конечно, красоту всю, мужскую, там наверху. Но все равно хорошо смотрится. Ладно. Сейчас нам надо рвануть быстро в Руэлл Кинг. Нам нужно купить специальный спрей, который обрабатывает каждую курочку, помещение и места, где они ложат яйца. Ну, такое вот можно один раз в неделю, два раза в неделю сделать. Ну, мы намереваемся сейчас заказать песок и вообще зачистить все курятники. Хотя у нас они все новые, недавно выкрашенные. Но сделаем профилактику. Никогда не повредит. Все. Поехали. Ну, вот здесь получили квитанцию. Телико Бэй, анимал, госпиталь. И вот здесь они тут прописали визиту к врачу. Вообще, сам визит стоил 45 долларов. Анестезия, да. Наркоз 74. Сучра, это нитки. Это шпат. Процесс зашития инструмента, которые, материалы были использованы, вышло, видите, 68. Материалы для... Материалы еще для самой операции. 20 долларов. 7. Перчатки. Перчатки, которые использовались. Дальше 22 доллара, это... Лекарство какое-то, медикамент. Это может быть... Нет, когда они чистили там все это. Ну, то, что использовали. Так. И еще 100 миллиграмм. Еще 9,75. Короче, общая сумма вышла, видите. 246,96. Ну, ладно, хорошо. Все инструкции, как его содержать дома. И лекарства. Вот, выписали таблеточки. Таблеточки. Открыть клювик. И все. И закинуть туда курицы очень легко. Петухи все это дело проглатывают. Половиночку. Половиночку. Каждый день, то, как все это ведет. Сколько там этих штук? 5 штук. Ну, на 5 дней как раз. На те 5 дней, которые... 10 дней. На 10 дней, 5 дней изолировано от куриц. Вторые 5 дней уже он может вернуться к своим подружкам. Но лекарства даем дальше. Продолжаем давать. Ну, ладно, все. Вот теперь можно сказать, что эпопея это уже подошла к своему концу. Так что так. Так, мы едем в магазин еще кое-зачем, ребята. Вот вам показала, рассказала всю нашу ситуацию. Уезжали рано утром. Сейчас уже почти 2.30 дня. Солнце то входит, то выходит. На улице пекло, жара. Ладно, это был штат Тен-Эси. Всем спасибо за просмотр. Есть вопросы, задавайте. Есть комментарии какие-то хотите написать, пишите. Всегда читаю. Стараюсь всем ответить. Ну и с вами была ваша Сильвия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вон, гляньте, какие на продаже. Лайнхед это вот львиная голова, как называют. Да, вот эти заняты. Вот эти датские. Они очень красиво разукрашены. Сейчас отвернулись, к сожалению. У них очень красивая белая вставка. И вот такие мраморные. Очень красивые, симпатичные. А здесь рядом вообще очень великолепная раскраска идет. Потрясающе просто. И внизу. Внизу тоже разные раскрасы идет. Народу налетело. Мы приехали за лекарством. Ну, дочка вечно бежит кроликом, а я вечно смотрю курочек. Цыплятый куриц. Давай. Молочня. Молочня на отдыхе. 7 долларов, 7 долларов, 7 долларов. Ну, тут по 3. Малютки, малютки. Ну, тут побольше размер уже. Тоже по 3. Задержались, ребят. Не купили их. Обычно маленькими берут. Тут тоже уже постарше. А, вон. С этими перышками на лапках. Это мои эти маруны-французенки. Которые дают темно-темно шоколадные яйца. Ну, вот эти мне очень интересны. Это очень интересны. Красные, как их называют. Здесь тоже по 3. Что-то надписи нету. Что за птичка? Молочня. Видите, разный раскрас. Тут на чешек похожи. Тоже по 3. Так, ладно. Ну, ладно.